Приветствую вас. Итак, что вы можете сделать для человека, который проживает травму? По какому помочь? Ну, во-первых, я думаю, что вы столкнулись с кризисной ситуацией, когда человек оказался в определенном кризисе, и, соответственно, в этом контексте можно говорить про кризисную терапию. Кризисная терапия, она, в общем-то, в данном случае заключается в том, чтобы вам просто быть рядом, вам просто дарить человеку тепло, вам просто оказывать поддерживающую такую согревающую функцию человеку, вот, быть рядом и быть к тому, когда он внезапно начнет, как бы, проживать и болеть, вот. Просто быть рядом. Это единственное, что вы можете сделать, вот. Я бы, наверное, не рекомендовал заниматься переключением, я бы не рекомендовал заниматься отвлечением человека, я бы также не рекомендовал бы стараться человека успокоить, переубить и прочее, прочее, прочее. Просто быть рядом, это важно, это важно. Вот. А дальше? Дальше, когда, если вы побудете рядом и, значит, помоете человеку вот это вот первое время жить, вот, вот, потом обязательно направить его к психологу, вот, направить его к психотерапевту, вот, для общения непотребительной работы для психотерапии. Вот. Ну, хотя бы на наш вот сайт, для того, чтобы он, ну, сам задал вопрос, чтобы он сам, как-то вот, получил обратную связь на свою проблематику, на свои чувства. А вы все-таки начали индивидуальную работу. Вот. Это процесс не быстрый, это процесс такой накопительный, но работает более чем эффективно. Что еще нужно понимать? И вам, в первую очередь, понимать, и, как бы, таким задним немножко числом человеку, который оказался в этой ситуации пострадавшему, да, пострадавшему того, что, значит, стал жертвой, скажем так, своего чувства вины. То, что произошло, не является самобытной историей. Вероятно, были предпосылки. На этом можно указать, эээ, так вот, немножечко скользко, если человек нам не был рассказывать, что вот, здесь, мне кажется, ты тоже чувствовал себя виноватым. Здесь, вот, мне кажется, ты тоже действовал, эээ, вот, исходя из своих чувств. То есть, постараться у человека собрать более, более такой цельный образ, потому что сейчас его образ себя, восприятие себя, оно разрушено. Что такое вот травма психологическая? Это разрушение, в принципе, образа себя. Одно из, эээ, одно из проявлений, одно из проявлений психологических драм, это, вот, как раз, разрушение своего образа, образа восприятия. Вот, эээ, то есть, помочь человеку собрать свой образ. Помочь человеку, эээ, даже не собрать, а восстановить свой образ, эээ, не потерять, не потеряв себя при этом. Вот. То есть, нужно, нужно понимать, что это не произошло, эээ, вот здесь и сейчас. Что, эээ, ниточки тянутся из, эээ, прошлых моментов, которые не замечались, скорее всего, предпочитали, не замечались и так далее. То есть, эээ, вам нужно обращать внимание человека на, эээ, сведущие звенья, если он начнет рассказывать, что-то из прошлого, в конце, что произошло. Вот, тем, что произошло. Чтобы человек как можно быстрее увидел, что, как бы, его образ, он, как бы, цель. Вот. Не буду вас, эээ, сейчас загружать, эээ, как бы, эти, этой истории. А, вот. Значит, дальше. Ммм. Можно предложить, если у человека радует воображение, поговорить с умершим. И сказать, умершему все, что хочет сказать. Вот. А, ну, тут уже зависит от того, какое мировоззрение у вашего друга, вот и так далее. И последнее, на что хочу обратить внимание, это на то, что, если вы в порыве помочь начнете терять себя, то, в итоге, не поможет ни себе, ни ему, ни себя. То есть, вам будет хуже, и ему будет хуже. Поэтому, если вы помогаете, то внимательно слушайте себя, как только вы почувствуете, что вам становится плохо, вам становится тяжело, вы начинаете себя перестеливать. Лучше выйдите из помогающей позиции и перенаправьте человека к специалистам, для которых это, в общем-то, любимое дело. Потому что, ну, вам это может быть объективно просто тяжело, вам это объективно может быть просто непривычно, у вас нет подготовки и так далее. Вот. А на одном желании, ну, в самом деле, на одном желании помочь, да, ну, как бы, далеко не увидишь, к сожалению. Вот. Поэтому на это тоже хотел бы обратить я ваше внимание. Вот. Вот. Такая история. На этом всё. Надеюсь, что это было полезно. Обязательно, обязательно порекомендуйте человеку на сайт, пусть обращается, пусть получает обратную связь. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем на связи. Удачи. Удачи. Продолжение следует...